доброе утро дорогие друзья мы начинаем эфир программы торговый план на видео портале трейдеров ютрейд тв сегодня 15 июля 2015 года в среду с вами игорь суздальцев ведущий видеопортала начинаем коллеги с новостей как обычно прежде всего новость такая обама признался в чувстве воодушевления от звонка путина это хорошо они говорили о сирии это хорошая новость то что контакты между двумя руководителями продолжаются это дает надежду что о чем-нибудь когда-нибудь договорятся далее ципрос рассказал грекам они вере и в подписанный им план спасения вот это конечно классика жанра посмотрите что происходило месяц греции махали руками проводили референдум потратили кучу денег сказали кредиторам гордо и нет и через неделю ципрос подписал ровно тот же документ который мог подписать две недели назад без референдума без понтов без пиара о чем это говорит о том что суть любого социалистического лидера в самопиаре и удержание власть он прекрасно знал что он подпишет договор без всяких изменений прекрасно знал только чтобы попиариться чтобы заполнить собой полностью телевизор вот ради чего были потрачены миллиарды евро которых не хватало грекам потрачены были на никому не нужный референдум вот при этом цифра заявил цитируем будет проводить их в жизнь то есть договоров которые они верят и не собирается уходить в отставку да это понятно парень мы все про тебя знаем 15 лет будут выкидывать цифра сейчас с нищетой с болью с войной гражданская война им обеспечена греции поэтому да больше того не забывайте цифра же получил деньги вчера я сказал что их не отдаст банковскую систему это типа для меня трохи для себе а банки разбирайтесь как хотите только когда уже евросоюз наехал что ты вообще больше денег не увидишь он отдал деньги в банковскую систему и вчера пошли первые платежки из греческих банков пошли вечером это это факт но то что цифра будет бороться до конца за свое право украсть все греческие деньги это однозначно теперь пока евросоюз не исключит грецию и не только из еврозоны грецию при цифре надо исключать из евросоюза это однозначно евро не будет расти ни на каких хороших новостях из греции цифра себя уже показал ненужным референдумом и отказом передать деньги в банковскую систему все понятно он будет ждать в засаде и как бы хапнуть как бы украсть социалист поэтому нет я не верю в рост евро вот сейчас посмотрев на последние новости не верю как ведет себя цифра он ничего не боится вот чем суть это когда потерян страх страна обречена следующая новость коллеги классика жанра тоже убыточными стали все три крупнейшие телекомпании в россии последний в минус ушла в гтрк чистый убыток в 2014 году составил 2 и 8 миллиарда рублей то есть за наши налоговые деньги содержатся три огромных холдинга это получается какие а какой третий то получается государственный у нас первый канал в гтрк и россия сегодня да получается вот никому не нужны никто их не смотрит абсолютно подел все смотрят свои каналы на интернете кстати говоря и трейд тв тоже в том числе вот каждый каждый нашел себе как это сказать канал по интересу в интернете а мы должны платить этим бездельником за какую-то странную тупую соловьевскую пропаганду 2 и 8 миллиарда рублей в год погашать что-то мне не нравится но если провалились обанкротите закройте пусть придут новые частные каналы которые будут интересны людям вот но нет понятно все эти реформы это все мечты пока пока будут тянуть вот это вот киселевскую соловьевскую басню и ничего не будет понятно я собственно так чему что для рынка это плохой сигнал они убыточны никому не нужны их буду держать до последнего отсутствие реформ это плохой знак для рынка а давайте посмотрим как мы вчера закрылись монета как вы помните вчера показала бай и мы что-то сомневались чё бай потому что с утра то все было сел вот с гэпом и так далее вот но посмотрите монета не соврала вчера мы напрасно расстраивались индекс ммвб 1647 плюс на 25 процента индекс ртс 919 плюс 0 47 процента рубль укрепился к доллару на 10 копеек 56 42 и к евро на 13 копеек 62 07 прекрасный показатель слушайте ну вчера день удался удался и монета не соврала и все получилось поэтому будем надеяться что сегодня будет такой же хороший день давайте посмотрим с вами как обычно на экономический календарь сначала что нам ждать сегодня значит вот я вижу данные по китае ввп во втором квартале вырос на 7 процентов а ждали 6 и 9 это хорошо квартал квартал вырос на поквартально второе по отношению к первому вырос 1 и 7 процента тоже хорошо в ожиданий объем промышленного производства вырос на 6 и 8 процента за второй квартал при плане 6 процентов а в россии он упал на 2 и 2 процента к слову сказать и наконец объем розничных продаж 10 и 6 процента вырос больше чем ожидалось 10 и 2 ожидалось ну прекрасные данные по китаю кстати говоря что там у нас сейчас шанхай композит надо глянуть что еще сегодня интересно 11.30 средний уровень зарплаты в великобритании ждут 3 3 процента в 11.30 также великобритания изменение числа заявок на пособие по безработице так что 11.30 внимательно смотрим в 15.30 американские данные пошли их несколько но базовые конечно центральный индекс цен производителя ppi ждут рост 0 2 процента в 17.00 канадские данные 2 2 интересных индекса это публикация отчета банка канады по денежно-кредитной политики и решение по процентной ставке канады ну понятно там давно 0.75 но все равно бдительность соблюдать надо мало ли что и в 17.30 запасы сырой нефти сегодня у нас так что будьте бдительны тоже вот такие у нас новости в течение дня будут давайте посмотрим кстати торговый план на сегодня который не пришел ладно мы попозже когда откроемся откроем в почту я его покажу торговый план по доллару канала и японской иене ожидает вячеслав бобров что сегодня будет снижение доллара японская иена укрепление ожидается далее двигаемся коллеги монета что думает монета по поводу сегодняшнего дня buy sell две стороны у монеты российский рубль как обычно вы можете загадать свой финансовый инструмент и спросим что думает монета на этот счет алексей мельников пишет опять прогнозирует монету buy давайте проверим один раз у него это уже получилось смотрим сегодня с цел и посмотрите кверх ногами сел это значит после обеда может быть цел что в принципе означает что с утра может быть бай кстати говоря вот опередила моня нет на сел пишет опционер опередила меня монета вот игорь кирдишов видимо тоже считал сейчас мы у него узнаем что он имел ввиду что монета его опередила вот сейчас мы ему дадим слово и узнаем у него так сказать какие у него были планы на сегодня сейчас коллеги я предоставлю права модераторов нашим спикером вот я вижу дмитрий семенов сейчас секундочку и мы их послушаем давайте начнем с дмитрия семенова дмитрий семенов доброе утро дмитрий семенов трейдер компания калита финанс с нами уже что делаем сегодня дмитрий привет сейчас секундочку микрофончик был включен слышно меня сейчас не понял в чем дело я вас вы меня слышите вы меня слышите дмитрий а вы меня слышите я вас слышал и меня да да все отлично продолжаем замечательно давайте график видеть давайте график будет один график будет ммвб значит игорь мы сейчас подходим к области сопротивления в районе 1650 где-то здесь соответственно я не ожидал сегодня будет пробой выше этого уровня слышно меня слышно да слышно слышно в общем игорь я не ожидаю выход нашего индекса рублевого выше отметки 1650 ну там максимум 1655 но если вдруг это чудо случится и мы закрепимся по итогам дня выше явно выше чем 1650 то соответственно не смечен рост в район куда-то вот 1700 как-то вот так такие у меня сегодня видение рынка форумсу никаких идей нет в принципе я в понедельник озвучил потому что озвучил оно сработало я думаю на ближайшее время этого хватит ясненько понял вас дмитрий спасибо большое удачи сегодня удачи коллеги с нами был дмитрий семенов трейдер компании колита финанс так я вот никак не пойму а куда игорь кирдишов то убежал а он не хочет рассказывать нам правду понятно понятно игорь хорошо хорошо мы узнаем правду других людей не вопрос он засаде не говорить антонио как сегодняшний день идет как его видите что будем делать сегодня вот слышно меня доброе утро ну сегодня у нас день экспирации день особенный такой праздничный с утра нагладили воротнички вот ждем и смотрим что будет в моей ситуации как я говорил значит у меня ну несколько одна чувствует себя замечательно которая продана волатильность она каждый день растет растет сейчас пропали я вот все думаю какой план рынок для меня приготовит мне кажется что все таки мы наверное сегодня пойдем еще выше и наверное где-нибудь на уровне 92 если пройдет экспирация у меня все будет хорошо я ожидаю что сегодня какой-то на ней мере в соответствии с монетой наверное пел первой половине дня будет положительный может быть я выдаю желаемое за действительное да конечно да ну будем на какой-то понял вас понял то есть у нее тоже версия с утра растем после обеда снижаемся она вполне возможно сегодня из точки зрения того что сегодня 15 число день месячной экспирации юрий джеботарев какие у вас планы на сегодняшний день доброе утро почему-то сегодня у нас задержка со звуком не пойму в чем дело так хотя я вас вижу прекрасно кто-то коллеги и вы юрия слышите нет тоже не слышим юрий вам надо включить микрофон юрий слышите меня надо включить микрофон не слышно давайте тогда остановимся пока до сегодня да пока нет звука в следующий раз попробуем настроиться вот владимир никитин как вы меня видите слышите дайте нам знать какие мысли у вас на сегодняшний день сейчас узнаем коллеги как добежит интернет из пятигорска нормальные дела говорит владимир никитин только проснулся ну хорошо коллеги давайте тогда на этом мы пока нашу работу завершим по очень простой причине что я думаю что надо системой сейчас что-то проверить полностью все перезагрузить потому что что-то не все коллеги могут дойти может быть у них это так сказать с их стороны что-то не проходит может быть с нашей что-то не проходит но давайте проверим нет даже не будем проверять давайте подводить итоги на сегодня и так монета выпала а сэл но сэл кверх ногами что подсказывает нам возможное допущение роста с утра и снижение рынка после обеда вот такой сэл мы сегодня ожидаем по монете Игорь Кирдишов ожидает коррекцию по ртс давайте уйдем от этих слова коррекция там никто не понимает что такое коррекция по ртс одного коррекция это вверх у другого вниз снижение или роста ртс вот давайте как то так будем просто говорить вниз по ртс видит Игорь Кирдишов вот Антонио тоже предполагает что с утра может быть какой-то рост а потом мы пойдем пойдем вниз вот но посмотрим коллеги посмотрим на сегодняшний день вот такой у нас план торговый на сегодня в целом на мой взгляд умеренно негативное настроение как последние полтора года вот вполне вполне может быть рост с утра в частности трейдер вася пишет ждем гэп тысячи пунктов по ртс а куда гэп то вниз или вверх Василий трейдер вася куда вы ждете гэп опционер пишет до пятницы рост хорошо вот видите точки зрения у трейд тв опционер до пятницы рост гость рост Алексей 174 только рост человек пишет полтора года веселья а это про прошедшие полтора года трейдер вася пишет вниз конечно вот все так сказать вот и разберитесь кому вы любая точка зрения может быть верна но сейчас мы увидим с вами уже через 8 минут на открытие спасибо большое коллеги всем удачи до свидания